Привет, я Андрей Ковтун, приветствую вас в рубрике видео обзоры. Вчера я вам обещал, что сегодня ознакомлю вас с моделью Elephone P7000. Но обстоятельства немного изменились, и я вам покажу всего-навсего Elephone B-Touch. А Elephone будет завтра, но я думаю, всем будет интересно посмотреть на основного соперника этого гаджета. И для начала небольшая предыстория этого смартфона. Предварительно он интересен тем, что сканер отпечатков находится на лицевой панели, и по утверждениям производителя он в точности такой же и на айфонах. Собственно говоря, многие и называют Elephone B-Touch копией на iPhone 6 Plus. А в принципе, как я уже сказал ранее, этот девайс является основным конкурентом Elephone P7000. И многим другим моделям, таким как ACO, Aurora Plus, GIUS 3, Kenzone Z1 и так далее. Лично мне этот смартфон напоминает не только iPhone 6 Plus, но и Meizu MX4 Pro. Задняя панель выполнена из пластика, закругленный металлический каркас, на лицевой панели расположен сканер отпечатков пальцев. В общем-то, скрестили Meizu MX4 Pro, iPhone 6 Plus и получился Elephone B-Touch. Ну что же, начнем детальное знакомство с рассмотрения комплектации. Весь комплект поставки находится в фирменной картонной упаковке от производителя. Дизайн которой, ну уж очень напоминает дизайн упаковки последних продуктов от Apple. В ней вы найдете сам смартфон, зарядное устройство с вилками для наших розеток и мощностью тока 1,5 А, микро-USB кабель, гарнитура, защитная пленка, мануал и силиконовый чехол-бампер. Вот, кстати, как смартфон в нем смотрится. Ну что же, я могу сказать, что комплектация не самая бедная. Хотя и ценник силиконовому чехлу и гарнитуре максимум 2 бакса. Но все равно приятно, что они есть. Сейчас мы более детально ознакомимся с внешним видом смартфона. Лицевая панель выполнена из изогнутого защищенного стекла Gorilla Glass 3-го поколения. В нижней части расположились три кнопки. Две из которых сенсорные, одна механическая. В нее встроен скамер отпечатков пальцев и выполняет она функцию Home. Две сенсорные кнопки без подсветки. В верхней части лицевой панели расположились. Глазок 5-мегапиксельной камеры от OmniVision со светодиодной вспышкой. Разговорный динамик, датчик освещенности и приближение. Как я уже сказал ранее, каркас смартфона выполнен из металла. На верхнем торце мы видим microUSB-порт с поддержкой OTG и стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры. На левой боковой стороне расположились кнопки питания и регулировки громкости. На нижнем торце внешний динамик и микрофон. Тыльная панель выполнена из немаркового пластика. В верхней части обосновалась камера и светодиодная вспышка. Задняя панель съемная, посмотрим что под ней находится. Съемный аккумулятор с заявленной емкостью 2550 мАч. Два слота для сим-карты, один из которых стандартный, второй микро. Имеется поддержка сети 4G. И слот для расширения памяти с помощью карт microSD. Для того, чтобы снять заднюю крышку, нужно было приложить усилия. Но одевается она довольно легко и сидит плотно. К сборке смартфона претензий нет. В моем образце я не обнаружил ни единого люфта, скрипа и так далее. В руке гаджет сидит очень удобно. Но это заслуга, пожалуй, не компании Ulefone, а знаменитого бренда Apple. Кнопки питания и регулировки громкости расположились не совсем в удобном месте. Для правши привычнее, когда они находятся на правой боковой стороне. Зато левшам повезет в этом случае. И, кстати, ребят, есть один момент, который убил меня на повал. В этом смартфоне отсутствует индикатор событий. Неужели стоило экономить пару долларов для того, чтобы доставить пользователям больше комфорта? Представляете, в 200-долларовом телефоне нет индикатора событий. Я долго в это не верил, но вы сами все видели. Также я перерыскал практически все настройки. И включение индикатора я не обнаружил. А что касается внешнего вида смартфона в целом, я удовлетворен. Илюша не соврал, он действительно классно сидит в руке. Далее мы поговорим о технической части гаджета. Начнем с рассмотрения экрана. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов. Разрешение HD. Матрица IPS. Применена OGS технология. Мультитач тест показал 5 точек. Посмотрим на углы обзора. Углы, как и у всех гаджетов, к дисплеям которых применена OGS технология шикарные. Сейчас мы рассмотрим интерфейс. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 5 Lollipop. Оболочка в данном гаджете стандартная. Тач мгновенно реагирует на все мои прикосновения. При использовании нехватка Full HD разрешения слегка заметна. Для того, чтобы добраться к меню доступа к активации быстрых настроек, нужно сделать двойной свайп с верхнего статус бара. Три нижние кнопки выполняют стандартные функции. Настройки назад и домой. При зажимании кнопки Home есть возможность выбора вкладок. В настройках в пункте о телефоне есть возможность беспроводного обновления. Как это все работает, покажем чуть позже. Также в настройках есть возможность активации различных смарт-функций. Типа пробуждения двойным тапом и так далее. В настройках экрана вы сможете откалибровать акселерометр и датчик приближения. Никаких функций для передачи данных кроме Bluetooth нет. Имеется в виду и хоткнот, и NFC отсутствуют. Все остальное в интерфейсе, пожалуй, по стандарту. Сейчас, как я и обещал, мы проверим процедуру обновления прошивок по воздуху. Заходим в беспроводное обновление. Проверяем обновление. И нажимаем обновиться. Как мы видим, началось скачивание. После того, как обновление скачалось, мы наблюдаем старт установки. В общем-то, все, что заявил производитель, работает. Обновления действительно приходят по воздуху. Что должно значительно сэкономить время пользователей. В следующем пункте моего обзора я буду тщательно тестировать сканер отпечатков пальцев. Проверим, действительно ли он так хорош, как заявил об этом производитель. Для начала зарегистрируем отпечаток одного пальца. В сумме можно регистрировать пять отпечатков. Как мы видим, регистрация отпечатка проходит довольно быстро. Но первые минуты пользования сканером оказались не такими уж и легкими. Особенно при попытке разблокировки сразу из спящего режима. Для этого мы зажимаем кнопку Home, а сканер не принимает наш отпечаток. Да и в принципе, без нескольких минут практики сканер срабатывает не с первого раза. Но после того, как я детально разобрался, понял, что для стабильной работы сканера к нему нужно еле прикасаться. Не нужно сильно вдавливать кнопку Home. И у вас все получится. То же самое касается того случая, когда телефон уже находится не в спящем режиме. Палец нужно еле подводить к сканеру, чтобы у вас все удачно получилось. В общем-то, если привыкнуть к этому сканеру отпечатков пальцев, он действительно работает просто шикарно. Но все равно, чтобы он всегда реально срабатывал с первого раза, нужно правильно прикладывать палец. В общем, я им пользуюсь всего лишь день. Если быть постоянным владельцем, я думаю, что с этим проблем не возникнет. Но я уже один раз испытал некий дискомфорт расположения сканера отпечатков на лицевой панели. Если пользоваться одной рукой, вы его никак не разблокируете. То есть, если вы, допустим, разговариваете по второму телефону, а к вам звонят на Ulefone BitTouch, вам понадобится третья рука. Ммм, компания Ulefone, вы продаете третью руку? Но на это стоит обращать внимание, если быть сильно придирчивым. А по сути, со сканером все отлично. Срабатывает шустро, если к нему приловчиться. Далее мы будем тестировать этот смартфон в различных бенчмарках. Начнем с Antutu. Как я уже говорил ранее, устройство работает под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop. За работу отвечает 64-битный 8-ядерный процессор MTK6752. Работает он в связке с видеоускорителем Mali-T760. Количество оперативной памяти составляет 3 ГБ. Встроенных 16, из которых свободно для пользователя около 12,5 ГБ. Тактовая частота каждого ядра равна 1,7 ГГц. После теста аппарат набрал пока что рекордное количество баллов среди тех смартфонов, за работу которых отвечает чип MTK6752. А именно 45614 баллов. Похвально! Сейчас мы протестируем встроенные датчики с помощью программы SensorList. На борту присутствует акселерометр, датчик магнитного поля, ориентации, освещенности, приближения и давления. Ну, касательно датчика давления, это, конечно же, ошибка ПО. Сейчас мы будем тестировать 3D-графику с помощью программ Apex Cetadil и 3DMark. Как мы видим, в этих бенчмарках устройство также показало очень высокий результат. Проверим же смартфон на деле, протестировав игру Asphalt 8. Максимальные настройки изображения уже выбраны по умолчанию. Выбираем игру по сети и поехали. Ожидать какие-либо лаги было глупо, так как мы уже тестировали множество устройств, за работу которых отвечал данный процессор. И проблем никогда не было, Ulefone B-Touch не является исключением. Но хочу заметить, что после 10 минут использования, температура смартфона поднялась до уровня выше среднего. И этот нагрев действительно стал доставлять небольшой дискомфорт. Ну что же, пришло время тестирования GPS-навигации. Посмотрим, насколько быстро этот смартфон подключится к спутникам и словит ли спутники GLONASS. Как мы видим, после холодного старта данному гаджету потребовалось небольшое количество времени для того, чтобы подконнектиться к спутникам. А именно около 25 секунд. По спецификации имеется поддержка GLONASS. Да, в смартфонах действительно находят, но не подключаются. Может быть это именно в моем образце, но на данный момент так и есть. Далее мы будем тестировать камеры. По заявлениям производителя, тыльная камера равна 13 Мп с сенсором от Sony IMX214. Фронтальная равна 5 Мп от Omnivision. Протестируем. Интерфейс камеры вполне стандартный. Имеется возможность панорамной съемки, живого фото, режим HDR и применение различных эффектов к фотосъемке. Типа негатив, сепия и так далее. Имеется возможность активации стабилизации изображения, обнаружение лиц, снимок с помощью жеста и так далее. Максимальный размер фото равен 13 Мп. Что касается видео, имеется режим замедленной съемки, активация электронной стабилизации, максимальное разрешение записи видео в Full HD. Смотрим на примеры фото и видеосъемки. Продолжение следует... Ну что же, сейчас мы поговорим о автономности работы. Как я уже говорил ранее, емкость аккумулятора составляет 2550 мАч. В тесте аккумулятора программы Antutu Battery Test девайс набрал чуть более чем 4000 баллов. В режиме этого теста устройство разрядилось на 90%. При этом проработало практически 3 часа. Можно полагать, что при максимальной нагрузке девайс проработает около 3 часов. Имеется ввиду включенный интернет, максимальная яркость, в общем все по максимуму. Но при повседневном использовании заряжать гаджет, скорее всего, придется раз в сутки. Кстати, производителям заявлена функция быстрой зарядки, мы ее проверили. Зарядным устройством с мощностью тока 1,5 А, которая поставляется в комплекте с данным девайсом, мы заряжали продукт с полной разрядки до полной зарядки 1 час 20 минут. В общем-то это неплохой результат. Сейчас мы немного поговорим о звуке, а именно протестируем внешний динамик. В общем-то не буду врать, внешний динамик здесь средний. Для тех, кто в теме, он приблизительно такой же, как на ACO Aurora Plus. Звук в наушниках вполне стандартный и ничем не отличается от конкурентов. Ну что же, на мой взгляд, самые основные моменты мы с вами рассмотрели. Теперь поговорим о плюсах и минусах устройства. К первому плюсу я однозначно отнесу дизайн. Лично мне аппарат понравился, несмотря на то, что это копия на iPhone 6 Plus. Как ни крути, ко второму плюсу придется отнести сканер отпечатков пальцев. Если к нему приловчиться, то он действительно работает отлично. Третий плюс получил гаджет за счет наличия вспышки на лицевой панели. В практическом использовании, как вы видели, от нее толку немного, но тем не менее у конкурентов ее нет. К четвертому плюсу я отнесу действительно хорошую поддержку от производителя. То есть, если у вас реально будут какие-то жалобы по работе, вы можете написать производителю и этот баг будет устранен. Не знаю, насколько быстро оно будет, если у вас не единичный случай. Первый минус заслужил аппарат за счет HD разрешения. Блин, ну встроите вы сюда Full HD дисплей, более емкий аккумулятор и аппарат будет реально огонь. Второй минус я подарю отсутствие индикатора событий. По-моему, это фейл. Третий минус заслужил аппарат за счет отсутствия подсветки двух сенсорных кнопок, которые находятся на лицевой панели. Как ни крути, емкость аккумулятора также можно отнести к минусу. Потому что при таких габаритах можно было встроить хотя бы 3000 мАч. Ко всему остальному у меня претензий нет. Если вас не смущает вышеперечисленный минус, аппарат можно смело покупать. Если я сказал что-то неправильно, либо где-то ошибся, пишите об этом в комментариях. Те, кому данный обзор был полезен, ставим лайки. Где купить данный смартфон по самой низкой цене, я напишу в описании и в комментариях. А сейчас добавляйтесь в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте. С вами был Андрей Коптун, специально для Android News. Да пребудет с вами Android.